Время платить. Судебные приставы побывали в одном из торговых центров столицы Чувашии. Наведались они сюда не за покупками, а в поисках должников среди предпринимателей и продавцов. Наша съемочная группа составила компанию людям в погонах. Ну а мы здесь причем? А мы здесь причем нас за чем снимаем? Продавцы в небольшой растерянности. Визит людей в форуме обычно ничего хорошего не сулит. Правда, добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем. А вот с должниками разговор короткий. Имущество будет с точки изъято. Для принудительной реализации. Но у вас возможно будет 10 дней для того, чтобы самостоятельно реализовать это имущество. Это право дано вам законом. Как должникова. Смотрите, давайте я сейчас 60 тысяч оплачу. Остаток в течение 10 дней попробую оплатить. И все. Имущество будет изъято. А вот предприниматель, который занимается продажей товаров для рукоделия, задолжал государство более 700 тысяч рублей. В ходе рейда судебные приставы наложили арест на все его товары, которые имеются на этой точке. В течение часа полки стремительно опустили. За 10 дней должник может погасить задолженность. Либо все эти товары отправятся на принудительную реализацию. У владельца кафе долг хоть и небольшой, всего 11 тысяч рублей, но из-за этого он лишился кофемашины. Вообще за 2 часа приставы успели пообщаться с 10 предпринимателями. Мы выявили 10 предпринимателей, у которых имеется задолженность по налоговым платежам на сумму, превышающую 10 тысяч рублей. Самая максимальная сумма у нас была 700 тысяч рублей. Результатом рейда наложено было 9 арестов на имущество должников. Некоторые предприниматели сразу на месте оплачивали свою задолженность. В результате была взыскана денежная сумма в размере 300 тысяч рублей. Проведение подобных рейдов, как правило, дает положительный результат, признаются приставы. И предприниматели погашают свои долги в установленный срок. Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем. Мы накладываем арест.